Накопилось несколько тем для разговора, и одна из них это такой пример не то чтобы неслыханной, но довольно таки радикальной либерализации воздушного пространства у нас в России. В отдельной части России. В отдельной части, но тем не менее, потому что традиционно российские регулирующие органы очень жестко контролируют, в общем-то это довольно оправданный подход, контролируют собственный рынок и защищают его от иностранцев, но тем не менее, мы видим, что в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково получает возможность так называемая седьмая свобода воздуха, это возможность для иностранных перевозчиков летать, выполнять полеты из третьих стран. Лоукост компания Визер, которая формально считается венгерской, она может выполнять полеты не из Венгрии в Санкт-Петербург, она может, например, выполнять полеты, ну откуда угодно со стороны Евросоюза. Ну, вообще известно, что Россия одна из немногих стран, воздушный транспорт, который сто процентов подчиняется вот этим вот архаичным, мало применяемым в мире сейчас двусторонним соглашением о воздушном сообщении, так называемом. Все попытки эту систему каким-то образом модернизировать, эти попытки предпринимались активно в начале двухтысячных годов, они, собственно, мало к чему привели. И вообще идея возникла в результате лоббизма не авиационных кругов, а таких общеэкономических, что ли, и локальных питерских, но вообще это действительно неслыханно, и в той конфигурации, которая есть, конечно, это способно потенциально нанести колоссальный ущерб российским авиакомпаниям, и я бы сказал российскому воздушному транспорту в целом. Однако, с другой стороны, это очевидно, если это состоится, это будет очень привлекательно для потребителей. Но нехитрый пример показывает, что приход с зимнего сезона этого года двух переводчиков новых на Лондон уже сейчас тарифы существенно снизил. Я имею в виду приход Визэйр, который в Лондон начинает летать, и уральских авиалиний, которые тоже это делают. И тарифы реально у этих новых авиакомпаний существенно ниже, там почти в два раза. Но, естественно, традиционные переводчики Брейшер Вейс и Аэрофлот будут просто в любом случае вынуждены немножко тарифы снизить. Это, очевидно, произошло бы, если бы в Питере разрешили седьмую свободу, и туда пришли бы лоукостеры. Скорее всего, это могло привлечь туристов выходного дня из Европы. Могут появиться направления, по которым российские авиакомпании и пока и не летают. То есть в этом смысле это, на первый взгляд, не очень конкуренция. Но, с другой стороны, если рассматривать это как прецедент и как возможность раскрытия, так сказать, тиражирования этого опыта в других аэропортах, то тут, безусловно, нужно смотреть за тем, чтобы паритет бы сохранялся. Но в рамках нынешней системы у нас просто паритет невозможен, потому что внутри Евросоюза это многосторонние соглашения. Российская авиакомпания, чтобы получить паритетные возможности с тем, что сейчас могут получить лоукостеры, это возможность летать, например, между Парижем и, ну я не знаю, Барселоной. То есть вот это была бы, так сказать, седьмая свобода в рамках Евросоюза, которую получили бы наши авиакомпании. И здесь, с одной стороны, конечно, можно задавать вопрос, насколько наши авиакомпании к этому готовы, но кто знает, то есть в этом смысле, вероятно, все-таки движение в сторону либерализации, оно неизбежное, и здесь необходимо двигаться тем, чтобы отстаивать и права российских перевозчиков. Конечно же, идеальным решением, на мой взгляд, было бы гармонизация правил с правилами Евросоюза, то есть подписание горизонтального соглашения об открытом небе, это бы открыло дверь для российских авиакомпаний для работы более свободной в Европе, это открыло бы возможности европейских авиакомпаний в России, но мы тогда не были готовы, а сейчас тоже тем более не готовы. Но с учетом того, что Минтранс занимает такую явно непозитивную позицию, ассоциация эксплуатантов занимает крайне негативную позицию, я думаю, что ничего ужасного не произойдет. В любом случае, это относительно компактный эксперимент, на котором можно посмотреть и вообще протестировать, насколько такая модель работоспособна. Да.